МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! 20 лет назад Генеральная ассаблея ООН учредила 3 декабря Международным днем инвалидов. И не случайно, потому что 10% людей нашей планеты – это инвалиды. В каждой стране проблемы, связанные с инвалидами, они очень схожи. Это прежде всего и бытовая сфера, это образование, трудоустройство и оказание медицинской помощи. В Украине насчитывается 2,5 миллиона инвалидов, которые требуют к себе повышенного внимания и не только 3 декабря, но и каждый день. И сегодня медики делают все для того, чтобы эти инвалиды чувствовали себя более комфортно и все делается для того, чтобы улучшить их качество жизни. Об этих проблемах мы сегодня и поговорим в Николаевском областном госпитале ветеранов войны. Владимир Степанович, во-первых, спасибо, что уделили время для нашей передачи. Я думаю, что сегодня уместно в канун Дня инвалидов поговорить о том, как осуществляется медицинская помощь для ветеранов войны, инвалидов войны на примере вашего госпиталя. Хотелось бы услышать. Добрый день. Все знают, что госпиталь ветеранов войны на сегодняшний день не инвалидов, а ветеранов войны. Он оказывает медицинскую помощь льготной категории населения. Это так называемая категория ветеранов, куда уходят и инвалиды войны, инвалиды по соматическим заболеваниям и дети войны, и другие категории, которые относятся к ветеранским. Госпиталь рассчитан на 250 коек. Имеется поликлиническое отделение и четыре стационарных отделения, терапия, кардиология, неврология и хирургическое отделение. На базе неврологического отделения открыт центр медико-психологической реабилитации участников АТО. Конечно, госпиталь в первую очередь оказывает медицинскую помощь и инвалидам разных категорий. По области это огромная сеть, выделены палаты для ветеранов и инвалидов. В общей сложности насчитывается порядка 400 койко-мест, два терапевтических отделения в Первомайске и Новом Буге на 55 коек суммарно. Поэтому в таком стационарном смысле эта категория полностью охвачена. Ну, конечно, и амбулаторная помощь тоже. Поликлиника наша делает очень много работы в этом направлении, вплоть до оформления на группу инвалидности. Поэтому в этом направлении работа идет. На сегодняшний день госпиталь определен как базовое медицинское учреждение по оказанию медико-психологической реабилитации участников АТО. Ну, к сожалению, в этой категории есть и инвалиды. Вы сейчас назвали Первомайский Новый Буг, они раньше считались филиалами вашего госпиталя? Ну, они считались и считаются, и они на нашем финансировании полностью. Это по принципу кустового обслуживания? Ну, это все-таки отдаленные районы, и, скорее всего, тех отдельных палат, которые выделены просто в районных больницах, все-таки недостаточно. Да и качество обслуживания все-таки на более высоком уровне. Я недавно был в Первомайске. Скажу, что приятно было все-таки видеть и санитарные состояния, и материально-техническое обеспечение помогают все-таки и предприниматели, и волонтеры, заведующие отделением на своем месте. Поэтому, конечно, это несравнимо с какой-то там отдельно выделенной палатой. Я думаю, что все-таки будущее в этих отделениях есть, несмотря на определенные экономические трудности. Это доставка медикаментов, продуктов питания, все-таки расстояние приличное. Но, в первую очередь, это все-таки качество обслуживания наших ветеранов и инвалидов. Владимир Семенович, да, сегодня, отдавая дань современному течению нашей действительности, вы правильно сказали, что является базовым учреждением по реабилитации людей, участников АТО. Скажите, пожалуйста, ну вот возникают так или иначе экономические вопросы. Как происходит финансирование? Достаточно ли объеме этот контингент обеспечен медикаментозно? Значит, на сегодняшний день в госпитале, в принципе, в неплохом финансовом положении. Денег, конечно, много не бывает, учитывая все-таки инфляционные процессы в стране. Но, тем не менее, все-таки эта категория пациентов обеспечена на 35 гривен на питание и 40 гривен на медикаменты. А вот на сегодняшний день у вас есть какая-то статистика, кто сегодня превалирует в плане, вот вы сказали, что это разные группы инвалидов и ветеранов и так далее. Вот кому вы даете сегодня предпочтение в плане и консультативного обслуживания, и стационарного? Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний день, будем говорить, то понятие каких-то путевок, оно может и нивелировалось. Хоть плановая госпитализация идет по соответствующим разнарядкам, путевкам, которые распределяются по районам, для того, чтобы не было какого-то там, ну, чтобы была равномерность загрузки отделений. Но, все-таки, учитывая и тяжелый год 2015, и первая половина, это и тендерные эти процедуры, все знают, как лечебные учреждения страдали, и, соответственно, зная, что, допустим, нет медикаментов, или недостаточно есть, может, и первое полугодие не было столь активным. Поэтому, наверстывая, в общем-то, кое-кани, на данный момент мы никому не отказываем. Какая категория? Ну, это, прежде всего, ветеранская категория, это участники войны, участники боевых действий, инвалиды войны. Вот чего-то не хватает у вас, да, даже по статусу, я имею в виду в диагностическом плане. Как вы взаимодействуете с другими специализированными лечебными учреждениями? Вопрос такой сегодняшний, вопрос болезненный для меня как руководителя, потому что я все-таки вижу в госпитале ветеранов, прежде всего, лечебные учреждения, конкурентоспособные лечебные учреждения, лечебные учреждения, которые должно быть, как многопрофильная больница, автономным, максимально автономным. Безусловно, всех видов исследования здесь нельзя сконцентрировать, да и необходимости нет. Это, допустим, компьютерная томография, это рядышком областная больница, мы всегда находим общий язык. Но улучшение материально-технической базы, безусловно, в госпитале нуждается. Это практически отсутствует рентгенологическая служба. На сегодняшний день у нас работает один аппарат из двух, это рентгенография только делается, мы не делаем скопий. На сегодняшний день у нас нет возможности обследования эндоскопического кишечника. А данная категория, это практически каждый с риском онкопатологии. Поэтому моя цель как руководителя, она изначально была, на улучшение материально-технической базы. И за этот период, в принципе, сделано многое. На наши письма отреагировало и управление, и облдержадминистрация. Решением сессии были выделены дополнительные средства, это порядка 700 тысяч, было закуплено и оборудование медицинское, и оборудование реабилитационное. На этом мы не остановились, мы понимаем, что бюджет, он не резиновый, а тем более дополнение в бюджет, это всегда сложно делать. Поэтому мы пошли и плюс по пути сотрудничества с благотворительными фондами, волонтерами, предпринимателями. И, в принципе, это дало результат. Было поставлено три лабораторных аппарата. Мы сейчас можем делать достаточно современные. Иммуноферментный анализатор, каулограф. Купили электронейромиограф. Это аппарат, который позволяет диагностировать повреждения периферической нервной системы. Сегодня это, в общем-то, актуально. Актуально, да, тем более то, что у нас все-таки участники АТО, это механотравма и так далее, это актуально. Ну и буквально месяца полтора-два назад мы все-таки приобрели с помощью благотворительной организации здоровья «Война» лапароскопическую стойку. Мы планируем и 2016 год все-таки пополнять медицинским оборудованием, учреждением. Мы сделали соответствующую заявку, мы доказываем, что госпиталю это нужно, потому что тот вариант, который вы говорите, как вы сотрудничаете, ну, просить это, в общем-то, не стыдно, но желательно так организовать, чтобы мы все-таки были автономными. Я думаю, что наши ветераны, они этого заслуживают. Владимир Владимирович, ну что ж, общее представление о госпитале ветеранов войны мы, я думаю, что и наши телезрители будут иметь. Вам спасибо, и с вашего позволения мы хотим познакомиться непосредственно с отделением реабилитации. Это на сегодняшний день очень важно. Я так думаю, и будет полезно увидеть нашим телезрителям. Скажите, пожалуйста, чем вы располагаете, каким арсеналом средств для того, чтобы поправить здоровье этим людям? С недавнего времени при поддержке облгосадминистрации и нашего губернатора оборудован современный зал для ЛФК и механотерапии, современными тренажерами. У нас работают три инструктора ЛФК, четыре массажиста. Также с 1 февраля у нас введены 10 коек для реабилитации воинов АТО. У нас оборудован прекрасный зал для психологической разгрузки. В штат введены два психолога, один практический психолог и врач-психолог. Не каждый госпиталь в Украине сейчас располагает таким штатом. У нас в этом зале проходят реабилитацию, конечно, не только воины АТО, а и постинсультные, больные с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Мы располагаем доску Евминова, куплена современная массажная кровать «Сирогем». Конечно, она для более молодого контингента, потому что она идет с подогревом, с патологией опорно-двигательного аппарата. У нас обучены инструкторы ЛФК, то есть они курируют больных и помогают им в выздоровлении. Одним словом, что кроме медикаментозной терапии больные могут получить здесь поддерживающую терапию и подготовить себя к тем нагрузкам, которые им приходится выполнять в обычной, в общем-то, жизни. Да, конечно. Безусловно. Ну, скажите, пожалуйста, а все-таки вот как вы работаете с людьми, которые имеют ранения, допустим, или контузии? То есть это участники АТО? Какой объем им показан? Здесь происходит все индивидуально в зависимости от степени выраженности патологии. Опять-таки здесь подключаются и инструкторы ЛФК. Обязательно у нас 100% воинов АТО получают психологическую помощь. За последние 9 месяцев у нас пролечено в госпитале 86 больных воинов АТО. Значит, все они получили психологическую помощь. К нам даже приходят воины АТО, которые уже у нас пролечились и продолжают получать психологическую помощь дальше. Лена Георгиевна, ну вот, понятное дело, что рядом с вашим госпиталем находится областная больница, и к нам тоже часто обращаются, и мы регистрируем участников АТО и оказываем. Скажите, пожалуйста, какая существует методика госпитализации? Как осуществляется этот процесс? Не испытывают ли эти люди каких-то затруднений? В настоящее время у нас все отработано, весь этот механизм, подключены поликлиники города, подключен военный госпиталь. Мы тесно работаем с военкоматами. Значит, какова процедура направления участников АТО? Как правило, все уже участники АТО, ну в 90% случаев, они имеют уже статус участника боевых действий. Поэтому они автоматически относятся к нашему контингенту. Поэтому им отказа нет, и лечение для них полностью бесплатно. Те участники АТО, у которых нет удостоверения такого на руках, значит, у них есть справки участника АТО, они получают направление либо с военного госпиталя, либо с военкомата, и таким образом тоже госпитализируются к нам. То есть система, собственно говоря, отработана? Система отработана, да. Поэтому у нас затруднений у них, я думаю, не возникает. Мы находимся в кабинете психологической разгрузки, и я беседую с врачом-психологом Любовь Павловной. Любовь Павловна, для того, чтобы стать полноценным гражданином общества, и несмотря на те какие-то проблемы со здоровьем полученным или травмы это, и, как правило, они сопровождаются психологическим каким-то уроном. И, безусловно, что этот контингент нуждается в психологической поддержке. Это в первую очередь. Конечно же, наряду с медикаментами, наряду с физиолечением, для того, чтобы полностью реабилитироваться или адаптироваться к общественной жизни, необходима психологическая поддержка. Что вы, как врач-психолог, какие методы вы используете в своей работе по отношению к этому контингенту больных? Спасибо большое. Сейчас мы говорим, безусловно, не столько о реабилитации, потому что о реабилитации мы говорим тогда, когда человек утратил какую-то там часть тела или орган, и ему нужно учиться жить без него заново. А мы говорим все-таки об абилитации, о том, что нам нужно научить этих людей приспособиться к тому, что есть сейчас. Они те, которые рисковали своей жизнью, которые, безусловно, с повышенным чувством не только патриотизма, но и ответственности, не могут воспринимать мир, в который они вернулись, так же, как это было ранее. Безусловно, мы в своей работе пытаемся учитывать биопсихосоциальную модель. Мы работаем, по крайней мере, пытаемся работать в трех плоскостях, учитывать и социальный аспект, не только психологический и медицинский. Работает у нас еще, кроме меня, в этом кабинете практически психолог Людмила Ивановна. Есть занятия по ипотерапии. Ну, сейчас нет, раньше были. Сейчас ведутся переговоры по поводу сотрудничества с Николаевским зоопарком. Все-таки мы хотели бы продолжить зоотерапию. Мы используем в своей работе абсолютно все методы, которыми мы владеем. Пытаемся функционировать, конечно же, с семьями больных. Потому что очень часто основной запрос после возвращения с АТО – это нарушение семейного функционирования. Используем методики поведенческой терапии, арт-терапии. Проводим, конечно же, техники прогрессивной мышечной релаксации, потому что это техники телесной терапии. Потому что очень часто какие-то там страхи, вопросы. Все-таки из-за того, что... То есть человек какое-то время жил в режиме бой. И когда он вернулся сюда, он еще не понимает, что он дома. И наша главная задача – это научить его жить со своим прошлым в мире. Потому что забыть это не получится. Как бы слабоумных среди наших больных нет. Вот вы сейчас произнесли слово арт-терапия. Сегодня этому методу лечения и психологического воздействия на организм человека, на его психику, собственно говоря, придается очень большое значение. Есть масса всевозможных видов арт-терапии. А что именно вам доступно в этой связи для наших пациентов? Мы рисуем, мы поем, мы занимаемся лепкой пластилина. Конечно, если бы у нас была глина, то мы бы без глины лепили. То есть у нас есть краски. То есть мы используем все, что есть у нас в наличии. То есть когда у нас заканчивается пластилин, мы начинаем рисовать. Когда у нас заканчиваются краски, мы начинаем лепить. То есть в зависимости от того, что там нам дали или что мы сами себе купили. На протяжении многих лет, в общем-то, в медицинской практике используется в качестве реабилитации воздействие хорошей, спокойной музыки. Этот метод доступен для вас? Да. Вы, в общем-то, позволяете вашим больным в хорошем, уютном кабинете типа вот этого посидеть, расслабиться? Это и релаксирующий вариант. И просто-напросто насладиться какими-то приятными звуками музыки, конечно же, не тяжелого рока. Потому что тяжелый рок все-таки ассоциация с агрессией. А классическая музыка, она всегда благоприятно воздействует в общем-то на психику людей. Я думаю, что вот этот метод тоже должен найти широкое использование. Мы используем, да. Наши больные очень много. Особенно пожилым людям музыкотерапия является очень эффективной. У нас даже есть специальная подборка музыкальная для лечебного сна, которая сопровождается как бы самовнушением. Там, да, вот сейчас вы почувствуете, пожалуйста, как сейчас бьется ваше сердце. Ну, то есть рассказывать я могу об этом очень долго. Но это мы, безусловно, используем. Самое главное, чтобы все эти методы были на пользу наших пациентов. С вашего позволения мы спросим сейчас их впечатление. Пожалуйста, можно представиться? Меня зовут Александр Ивашенко. Я военнослужащий Николаевского областного военкомата. Скажите, вы по какой причине здесь находитесь? Что-то вас беспокоит? Что привело вас в госпиталь? В госпиталь привело, в общем, плановое лечение после ранения. Ну, и это единственный госпиталь, наверное, первый, в котором нам предложили психологическую помощь. Разобраться как бы в себе, почувствовать, что беспокоит нас, не беспокоит. До этого, как бы, такой помощи нам не предоставляли. Вы на себе ощутили пользу всех тех комплексных мероприятий, которые здесь осуществляются? Ваше здоровье улучшилось? Ну, конечно, улучшилось. Здесь, в принципе, качественно, хорошо относятся к пациентам, к их проблемам. Если тебя что-то беспокоит, в любом случае лечащий врач назначит какую-то консультацию другого врача по вопросам, к которым ты обращаешься. Если сам он не может ответить. Что касается психологической помощи, то, естественно, так как это у нас впервые, мы понимаем, в чем могли состоять наши проблемы. Если они были, то понимаем уже, как с ними бороться. Если они есть, то, конечно, обсуждаем их и пытаемся как бы здесь вместе выйти из какого-то сложившейся ситуации. Ну, в общем, вы поняли, что вы не одиноки в своих проблемах, что рядом с вами стоят люди, которые распростертыми руками хотят оказать вам помощь и, естественно, дарят вам свое тепло и сердце. Так это? Да, да. Нахожусь на лечении в данном госпитале уже неоднократно сюда. А какие проблемы у вас? Ну, последствия контузии и легкого ранения. Ну, более 20 лет и, как бы, мое поколение, которое сейчас здесь находится, оно ближе к 50 годам, за 50 год. И, как бы, со временем определенные проблемы со здоровьем появляются и, ну, более заостряются, как бы, ну, к сожалению, менее молодеем все. Вот, и с возрастом у нас, ну, возникают соответствующие проблемы. У вас есть группа инвалидности? Я являюсь пенсионером, военным пенсионером, то есть я группу инвалидности, я не вижу необходимой, не оформлял. То есть мне необходима и она, ну, я считаю, что на данный момент я в состоянии еще работать, оказывать посильную помощь нашему и государству, и обществу, это самое. И, наверное, и для себя? Да, есть внуки, как бы, хотелось бы, как бы, не, допустим, здесь, а, ну, если нам предоставляют просто путевки по месту проживания. У нас в основной массе, вот, среди моих товарищей, это контуженные, раненые, вот, непосредственно, где я нахожусь, в палате лечащий доктор, у нас в основном инвалиды все находятся. Моя категория людей, по мере необходимости, если, ну, есть проблемы обострения какие-то, там, со здоровьем, ну, довольно серьезные такие, мы по месту жительства, можно всегда, в экстренных случаях, уже непосредственно в амбулатории, как бы, рекомендуют, рекомендации врачей проходишь, и сразу, если, ну, очень серьезное обострение, то могут немедленно оформить здесь. Ну что, я желаю вам только действительно хорошего здоровья, и самое главное, что тот комплекс мероприятий, который направлен на восстановление вашего состояния, он будет способствовать адаптации в общество, и чтобы вы действительно, правильно я сказали, приносить в дальнейшем пользу. И самое главное, чтобы вы были востребованы в своей семье, чтобы вы не чувствовали себя обделенным. Это самое главное сегодня. Да, я хотел бы еще добавить к тому, что я ранее сказал, ну, с тех учебных заведений, которые у нас имеются в городе Герой, в городе Николаев нашем, а то самое, вот, ну, по мере необходимости, если возникает проблема, значит, ну, на сегодняшний день, как бы, более качественную медицинскую помощь, как здесь, вот, мы не можем негде получить в Николаевской области, а то есть у нас... Ну что ж, спасибо. Я думаю, что, я думаю, что это будет приятно слышать и руководству госпиталя, оно будет по-прежнему делать все возможное, чтобы улучшить и содержание больных, и питание, и, конечно же, лечение именно на пользу, на вашу пользу. Наша передача подошла к концу, и мы сегодня посвятили наш разговор Международному дню инвалидов на примере Николаевского областного госпиталя для ветеранов войны. Как здесь оказывается всесторонняя помощь для того, чтобы люди были адаптированы к окружающей среде и чувствовали себя полноценными гражданами нашего общества. Я признателен всем, кто принимал участие в нашей программе. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До новых встреч, до свидания, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин